здравствуйте дорогие товарищи вот мы снова вместе мы снова рассуждаем с вами точнее будем рассуждать в комментариях прекрасной музыки после того как я покажу очередную пластинку будут очередные комментарии вопросы ответы мнения ругань и благодарности это здорово ну а пару слов о комментариях а точнее о плейлистах я напоминаю что перед тем как попросить меня показать какую-нибудь ту или иную пластинку посмотрите в плейлисты там очень много уже всего есть и может быть ваша любимая пластинка уже показана была ну и еще что касается комментариев с большой радостью я прочитал о том что один из зрителей любит пластинку группа gentle giant под названием интервью вот она у меня здесь стоит вот она красавица 76 год если мне память не изменяет по моему да по моему 76 до 75 фри хэнд который я уже показывал его безумно люблю этот альбом фри хэнд а что касается интервью эта пластинка вызывает очень странную реакцию у многих любителей группы gentle giant ну что такое gentle giant я рассказывать не буду все знают про это те кто не знают но послушайте это группа в двух группах это группа совершенно отдельная если говорить условно том что называется прогрессив рок прогрессивный рок ненавижу эти все определения ну ладно то gentle giant это конечно абсолютно отдельно стоящая организация соус содружества музыкантов ни в какую сторону из направления вот этого самого прогрессивного рока ни в какое направление и не впихнуть не в гармонические вот эти вот громадные монументальные построения дженессис не в такую вязь на громоподобной основе мелкую вязь группы с очень красивую я очень люблю я и сама если можно так сказать не в какие-то такие импровизиционные длинные полотна множество других групп играющих сложную музыку я же не говорю о современном вот сам самым прогрессивном уроке навороченным высоко техничным и наполовину если группы брать на половину интересным красивым и действительно прогрессивным потому что очень много нового и и слышно и и и и по тембрам и по звуковой палитре и по музыке по находкам гармоническим мелодическим а половина очень скучно и потому что используются старые наработки старые музыкальные построения и высоко технично это все обыгрывается и растягивается на огромное количество времени вы понимаете наверное о ком я говорю а если не понимаете то и не надо вот зачем себя грузить лишний раз а джентл джайн совершенно отдельная история музыканты играют настолько сложную музыку что рядом поставить некого просто нет нет играть на инструментах умеют все нет ни одной группы играющие вот эту вот вот этот самый прогрессивный рок который музыканты играли бы плохо играют хорошо все и здорово играют все но композиторское мышление подход именно к сочинению музыки уникален с первой пластинки до последней даже до самой последней которую я уже показывал под названием цивили где вроде бы играется hard rock вроде бы но когда начинаю слушать понимаешь что но это это совсем не то что принято называть хард-роком это совсем другая музыка вообще ну не важно так вот интервью многие считают что это начало падения группы джентл джайн хотя я никакого падения в истории группы не наблюдал никогда и не наблюдаю но тем менее три последних пластинки джентл джайн это не условно говоря попроще они более более доходчиво более доступны и сворачивают в сторону поп-музыки словно большой поп-музыки то еще такой большая поп-музыка да есть маленькая поп-музыка не буду называть имена есть большая поп-музыка как дженесис например с филом коллинзом это большая поп-музыка грандиозная очень хорошая очень красивая очень люблю эту группу этот период группы так вот джентл джайн свернули после 76 года в эту сторону большой поп-музыки записали три альбома которые мне очень нравится я про них пара про один из них я рассказывал про остальные два расскажу потом и дескать это последний писк последний выхлоп вот этого самого прогрессивного рока от джентл джайн то после него уже пошел попс да и на этом альбоме тоже уже непонятно что бездушно мол не интересно самоповторы и все музыканты исписались резюме такое подводится это одна часть любителей джентл джайн пишет вторая часть пишет что это шедевр безусловно едва ли не лучшая запись джентл джайн за всю историю их существования я никто ни другой группировки не присоединяю не присоединюсь потому что мне безумно нравится и octopus безумно нравится и freehand про что я сказал и очень нравится power and the glory и очень 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 нравится интервью и конечно никто здесь никуда не списался конечно никакого равнодушия здесь нет никакого голого чистого технарства а это наверное самая роковая пластинка джентл джайн при этом она наверно самая сложная по музыке композиторские исполнительские самое замороченное самое в этом смысле самое радикальное и она продавалась хуже чем предыдущий альбом freehand по двум причинам во первых потому что она сложнее и более труд более труднодоступна это не менее доступна что это я заговорил какими-то журналистскими штампами пытая объясню почему она конечно менее доступна чем freehand и чем все прочие пластинки джентл джен которые были записаны до нее очень замороченная повторюсь очень сложная столько здесь музыки столько неожиданных партий столько сбивок синкоп диссонирующих интервалов как в песне например по названием timing где скрипка разрывает просто сознание диссони вот вот этими диссонансами своими своими интервалами там малыми секундами секундами и другими просто выворачивает наизнанку потом партию скрипки подхватывает гитара гарри грина тоже скажу я вам не самое такое благозвучное музицирование но при этом очень музыкально очень сложно и все это все все туда куда надо это не просто диссонансы ради диссонансов а вообще мне кажется что эта пластинка это вот такой вот знак показанный шоу-бизнесу музыкальной индустрии и в особенности журналистам недавно называется интервью и это ну можно сказать как принять концептуальный альбом да о том как музыканты группы дают интервью журналистам музыкальным и конечно тут наезд такой на музыкальных журналистов что вот даже одного мало будет к и конечно журналисты музыкальные эту пластинку не то чтобы проигнорировали но написали вот все то же самое о чем я говорил исписались не эмоционально без души и вообще группа уже пошла на спад ну после того как их нелицеприятно здесь прополоскали музыканты джентл джайант и как сказать единство формы и содержание да и содержание такое что журналисты мудаки и форма подачи такая вот настолько радикальная настолько сложная настолько жесткая настолько просто разрывающая все шаблоны все каноны против всего то есть мы сыграем так как умеем и умеем мы круто и сыграем так круто вы послушайте и врубитесь в это или не врубитесь вообще не наша забота вот получаете то что хотите то что хотели и ты как называется одна из пластинок группы хамбл по ешьте это вот ешьте но при этом джентл джайт остается джентл джайантом и сложная красивая в своей сложности в своем радикализме в своем бешеном драйве здесь на это наверно самая я говорил самая роковая самая драйвовая самая мощная самая энергичная пластинка из всех ими записанных и интервью первое полотно с диких рифов начинающиеся с баса с гитары с синтезаторов потом переходит в бешеную фортепианную импровизацию хотя я думаю что никакая не импровизация прописанная придумая придуманная партия тоже с а тональными какими-то уходами с диссонансами с таки так то я не знаю такой тылониус монг взбесившийся вдруг прорвался сюда и начал играть give it back следующая песня ну где-то местами как-то условно похоже на регги но регги сыгранная так за вас заморочена так так разложено на составные части потом эти части перемешаны и сложены в другом порядке в другую какую-то фигуру как бы формально регги осталось регги но начинаешь слушать там столько так все разнесено так повторюсь раз синкопировано такие сбивки стоп тайм и так все так 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 все вертится крутится но поскольку все таки это из составных частей регги сделана штука она ну воспринимается полегче нам чем первая песня чем интервью так журналисты все и пишут это регги номер дебилы идиоты для вас это пластинка вот это это песня в силе регги ну долбоящеры просто не даром музыканты группа gentle giant сделали этот альбом интервью посвященный музыкальным журналистам ну я бы и не музыкальным посвятил я бы посвятил и кинокритикам это вообще отдельная статья это 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 невероятное чудовище в большинстве своем это просто чудовище просто монстры про политических обозревателей не говорю вот эти вот политологи политолог есть врач проктолог есть нарколог да есть уролог есть политолог от чего лечит политолог я не знаю чего лечит проктолог уролог нарколог мне понятно а чего лечит политолог не знаем но бог с ним бог с ним дизайн третья песня на первой стороне вот это точно самая сложная вокальная песня gentle giant за всю их историю она если на предыдущем альбом была песня он reflection все помнят вокальное такое построение то здесь тоже вокальное построение вся песня сделана на бокале и на барабанах начинается с хора потом контрапунктом подходит вокальная основная линия потом из хора появляется еще один голос все это переплетается с хором вместе и включаются вдруг барабаны с перкуссией и хотелось бы сказать что это хаос начинается но это очень структурированный хаос очень музыкальный и за ним следишь туда-сюда поворачиваешь как динамика меняется все меняется ритм меняется гармония меняется все но остается только голоса и барабаны больше ничего нет это потрясающе по своей сложности красоте и уму песня журналисты про меня не пишут потому что не знают что написать так бывает они же музыкальные журналисты им надо писать про то какие у вас творческие планы а что вы запишите на следующем альбоме а как вы относитесь к позициям в чартах они музыкальные журналисты пишут про это про музыку это другие люди вы знаете кто ну и вторая сторона не менее удивительно и надо шоу первая песня на второй стороне она еще более радикально еще более какой-то арт-панк чем еще круче чем интервью она врывается просто сразу из колонок бешеным давлением бешеным сложнейшим роком роком в том смысле что жестко грубо безо всякого подлизывания к слушателю никто никого не не пытается умаслить продать себя а послушайте нашу новую песню вот это здесь близко нет здесь вот вот вам вот как мы играем и это здорово mt city замечательный номер здравствуй акустическая гитара солнечный свет вокальные гармонии и потом опять мы уходим в рок джентл джанта про тайминг я сказал очень сложная штука с этой вот диссонирующий скрипкой с отличной гитары гарри грина все мощно круто и труднодоступно единственно легко доступная здесь есть вещь это первая 30 секундная часть 2 2 части песни i lost my head но это вот 30 секунд во втором во второй части последние песни на второй стороне пластинки а все остальное это красота свобода самовыражения виртуозные партии прекрасно сыгранные замечательная композиторская мысль и настоящий кайф от отличной музыки пошел пить пока